Двигаясь от диагностики к лечению, начиная с более ранних стадий, безусловно, переходим к вопросам хирургического лечения, немелкокречного рака лёгкого. И он долгое время был и остаётся стандартом, к тому надеемся, и на излечение пациента. И пациенты первой, второй стадии, безусловно, третий с обсуждением, но они являются претендентами на проведение хирургического лечения. И объёмы такого лечения, они хорошо стандартизованы. Новый импульс дала возможность проведения нового доступа к проведению хирургического лечения в видеотургоскопические операции. И вот насколько сегодня мини-инвазивная хирургия вошла в нашу практику и какие она, может быть, имеет ещё перспективы, попросим осветить вопрос Павла Вячеславовича Кнанца. Спасибо. Да, спасибо, Константин Константинович. Ну, прежде чем говорить вообще о малоинвазивной хирургии, давайте просто два слайда о хирургии, да, чтобы мы понимали вообще, где сейчас находится хирургическая опция в лечении больного раком лёгкого. Ну, вот несложный такой слайд. Первая и вторая стадии. Все локализованные образования без метастазов в корневых, медиастинальных, лимфоколлекторах – идеальный кандидат на турокоскопический доступ, на открытый доступ. Вторая стадия, особенно вторая Б-стадия, когда имеются доказанные лимфатические узлы, поражённые в корне доли или в корне удаляемого сегмента. Третья стадия. Здесь, безусловно, хирургический метод, он должен выступать в комбинации с лекарственным лечением. И всё чаще мы сейчас оперируем больных после химии, после химии иммунотерапии. К чему это приводит, я скажу чуть позже. И вот так, в принципе, было долгое время. Но последние годы, благодаря успехам лекарственных методов лечения, особенно с появлением иммуноонкологических препаратов, мы изменили немножко взгляда. И те пациенты, которые раньше вообще не входили в поле хирургической деятельности, это пациенты третьей, четвёртой стадии, сейчас в ряде случаев, я подчёркиваю, в ряде случаев, у хорошо отобранной группы больных, у полноценно обследованных пациентов, возможно, и нужно даже применять хирургическое лечение. О чём идёт речь? Ну, безусловно, речь идёт о двух таких клинических ситуациях. Это хирургия олигометастатической болезни, когда есть единичные метастазы, ну, скажем, в одном надпочечнике, даже в головном мозге, в костях. И эти операции можно сочетать и нужно сочетать с резекционными вмешательствами по поводу рака лёгкого с одной оговоркой, если это не касается выполнения пневмонэктомии. И следующая очень интересная группа пациентов – это пациенты диссиминированные, но с наличием драйверных мутаций, которых мы начинаем лечить уже в диссиминированной форме, возникает контроль над удалёнными метастазами, остаётся, по сути дела, только первичная опухоль. И опять же, если не выполнять пневмонэктомию, а выполнять лопа, в ряде случаев даже белобэктомии, то у некоторых пациентов, ещё раз подчёркиваю, так хорошо отобранная группа пациентов, возможно увеличение как общей, так и безрецидивной выживаемости. Общеизвестно, что боковая турокотомия – это такой стандартный доступ для таракальных хирургов, прекрасный обзор, два расширителя, всё это разводится, замечательно, 2-3 часа, 5 часов, всё мы видим, можем работать от верхней грудной апертуры до диафрагмы, в заднем средостении, частично даже на противоположном корне, но это самый, наверное, травматичный доступ к хирургии. Пересекаются довольно большое количество мышц. Как бы мы аккуратно не выполняли этот доступ, само по себе пересечение мышц, а самое главное – стояние этих двух расширителей, это довольно сильно влияет на качество жизни. Ряд пациентов мучаются потом всю жизнь от болевого синдрома. Я вижу, что в зале у нас есть наши молодые коллеги, да и коллеги постарше, но не являющиеся таракальными хирургами, поэтому я решил немножко стандартизировать те малоинвазивные технологии, которые сегодня существуют в мире, и условно разделил их на две группы. Ну, несколько таких, шесть я их представлю. Это стандартные методики, которыми пользуются практически во всех клиниках, и нестандартные подходы. Ну, вы видите, что началось вот это в середине 90-х годов с выполнения мини-торакотомии, которая локализовалась в 4-м или 5-м Межиберии, и дополнялась это одним или двумя портами для установки камеры и введения дополнительных инструментов. Примерно в районе 2008-2010 года стала бурно развиваться однопортовая хирургия, которая вышла из классической видеоассистированной хирургии, когда просто перестали ставить со временем два, потом один и вовсе перестали ставить дополнительные порты. О ней мы поговорим ещё чуть попозже. И такая классическая мультипортовая хирургия, которая в несколько модифицированном варианте представлена в нашей клинике, когда используется от 4 до 5 портов различного диаметра. Стремясь уменьшить хирургическую травму, она в основном зависит от размера и количества торакопортов, которые вводятся в Межиберии, хирурги перешли к таким нетрадиционным локализациям, ну, например, стали делать доступ к подмечевидным отросткам, так называемый субсифоидальный доступ, который в ряде случаев дополняется одним или двумя торакопортами. Ну, такой довольно известный хирург из Шотландии Джерл Данненг предложил не ставить порт, а поставить просто 12-мм торакар субсифоидально и вводить 3-5-мм торакары в плевральную полость. Ну, надо сказать, что это не сильно распространённые методики. Ну, и такая довольно интересная методика. Марцин Зелинский есть, такой очень неизвестный польский хирург, трансцервикальные операции выполняет. Всё это пришло из операций по поводу стадирования раколёха, то есть медиастеноскопии, расширенные молимфодисекции трансцервикальные, ТЭМЛО, ВАМЛО методики. И вот я был у него в клинике, вот такой специальный крюк подвешивается за рукоятку грудины пациент. Ну, выглядит это так довольно-таки своеобразно. А он очень увлечённый человек. Я его спросил, говорю, Марцин, а кто-то кроме вас вообще выполняет эти операции? Он говорит, нет. Я говорю, почему у вас взрослые хирурги толковые есть? Он говорит, ну, я, говорит, сам ещё не научился толком, вообще не понимаю, надо ли это делать. Было это лет 6 назад. Не знаю сейчас, делает он или нет, но, в общем, методики такие существуют, они описаны. Не могу не сказать о роботических платформах. Примерно 15 лет назад стали появляться сообщения в литературе о небольших спервосериях, потом серии стали больше, пациентов, которым были выполнены лобэктомии по поводу немелкоклеточного рака лёгкого при помощи роботических платформ. Существует несколько вариантов использования. Три руки, четыре руки, я не буду подробно прямо на этом останавливаться за недостатком времени. И в последние где-то полтора года появились сообщения об использовании монопортовых роботов, то есть соединили монопортовую хирургию, стандартную торакоскопическую, но с использованием роботической платформы. Этого робота в России пока нет, но я думаю, что в ближайшее время он появится. Итак, вернёмся к тем идеальным кандидатам, даже не то, что идеальным, к большинству пациентов, которыми мы имеем дело. Это пациенты локализованными формами рака лёгкого и пациенты с метастазами в корневых и медиастинальных лимфоузлах, когда хирургический метод выступает в составе комбинированного лечения. Как я уже говорил, выполняются различные варианты. Это и сегмент эктомии, и лоб-билоб эктомии, и зон эктомии, и пневмон эктомии. И вот давайте по порядку просто быстренько пройдусь. Год назад, в апреле, даже больше полтора уже года назад, в журнале «Ланцет» было опубликовано крупное исследование третьей фазы наших японских коллег, которое включало более 1100 пациентов. И примерно пополам разделились пациенты, которым были выполнены сегменты эктомии и лоб-эктомии. И было показано, что, во-первых, сегмент эктомии не хуже, а в ряде случаев даже лучше, и были получены достоверные результаты с точки зрения достижения лучших результатов общей выживаемости в группе сегмент эктомии. И это послужило основой для того, чтобы ввести в клинические рекомендации минимально возможный радикальный объём операции в виде анатомической сегменты эктомии. Наши результаты также подтвердили, даже мы пошли несколько дальше, потому что выполняли сегменты эктомии зачастую пациентам с опухолями более 2 см. А в исследовании САДЖИ все пациенты имели опухоль Т1Б и менее, то есть это были опухоли менее 2 см. Так вот, по нашим данным, получилось, что даже при Т1С, то есть опухоли от 2 до 3 см, и опухоль Т2, вне зависимости от размера, но с поражением висцеральной плевры, эти пациенты также жили не хуже, чем те пациенты, которым выполнялись лоб-эктомии. Таким образом, что я хотел этим сказать? Что на самом деле операция сегмент-эктомии, зон-эктомии и лоб-эктомии отличаются только лишь по объёму резекции лёгочной паренхимы. Что касается лимфодисекции, то удаляются абсолютно те же группы лимфатических узлов. В данном случае, видите, слева представлены сегменты эктомии С6, справа удалены лимфатические узлы как из верхней зоны, это верхняя доля, из передней, средняя доля, и из нижней зоны. Полностью, как мы говорим, голый корень. И справа вы видите верхнюю зону эктомии, остаются язычковые сегменты, также полностью удалены лимфатические узлы из корня остающейся передней зоны. Вот виден язычковый бронх. Наиболее часто, конечно, мы выполняем лоб и билобэктомии. Ну, лобэктомии чаще. Две лобэктомии существуют слева и пять лобэктомий, три лобэктомии, две билобэктомии справа. Ну, вот в виде примера роботическая операция. Мы начали эту программу порядка, может быть, полутора лет назад. Это ещё платформа SI. И где-то две недели назад, как сегодня Иван Сокрач показывал, своим лекционным сообщением, мы получили самую современную уже платформу XA и будем продолжать, безусловно, работать в этом направлении. Но в роботической хирургии лёгочной, на мой взгляд, есть несколько особенностей. Ну, вообще, таракоскопическая хирургия в нашей клинике, она, в принципе, стандартизована и отработана как с точки зрения объёма операции, последовательности технических приёмов и применяемых инструментов. В роботической хирургии пока этого достичь не удаётся, потому что инструменты, которые используются в таракоскопической хирургии, они отсутствуют в роботе, и приходится работать монополярными ножницами. Что такое монополярные ножницы? Это, по сути, как такой шампур, на который могут постоянно двигающиеся сосудистые структуры напороться во время операции. Поэтому это требует значительно большего времени, требуется времени на обучение и требуется более такой детализированной хирургии. Но, тем не менее, есть хирурги, которые работают монополярно. В данном случае мы пробовали выполнить эту операцию, она длилась, конечно, в два раза дольше, чем обычная операция, но, тем не менее, её объём, вот видите, группа удалена довольно сложная, субортальная зона. Кстати говоря, одно из преимуществ робота – это большие возможности в работе в очень ограниченных пространствах. Что такое ограниченные пространства? Слева – это бифуркация трахеи, это субортальная зона. И вот здесь даже уже внутри самого корня лёгкого тоже есть ограниченные пространства, где имеют преимущество вот эти маленькие инструменты, которые имеют 7 степеней свободы. Последовательность этапов такая же, примерно, как при обычной торакоскопической операции. Рассекаются на данном этапе, вы видите, лёгочная паренхима между язычковыми сегментами и медиальным базальным сегментом. Выделяются сосуды, удаляются лимфатические узлы не только из корня нижней доли, но и из корня верхней доли. При необходимости они посылаются на срочное гистологическое исследование. Далее пересекаются уже выделенные в процессе лимфодисекции структуры корня нижней доли, и доля удаляется. Ещё одно преимущество роботической платформы – это возможность очень комфортно выполнять реконструкцию, то есть шить. Здесь, вы видите, ушивается лёгочная паренхима, но, безусловно, то же самое можно делать и с бронхами, как вы посмотрите чуть дальше, при выполнении бронхоангиопластических операций. Результаты наших операций здесь представлены на слайде. Я буквально очень быстро покажу вам, что мы не получили худших результатов в группе пациентов, которым выполнялись торакоскопические операции по сравнению с открытыми, то есть это как минимум, она эта технология не хуже. И существенные отличия, статистически значимые, мы получили, начиная с второй бы стадии, когда были гистологически подтверждённые, это уже стадия П послеоперационной, когда были гистологически подтверждённые поражённые лимфатические узлы корней, удаляемых долей или сегментов. Ну, вероятно, это связано с более тщательной лимфодисекцией во время торакоскопических операций и, наверное, связано с тем, что группа контроля была исторической, начиная с 2005 года, и в те времена всё-таки не всем пациентам выполняли даже в открытом варианте адекватный объём лимфодисекции. К сожалению, такая тенденция не была прослежена у пациентов с третьей стадией, и это лишний раз нам даёт понять о том, что в третьей стадии пациент имеет субклинически диссиминированный процесс, и лимфодисекция, как корневая, так и медиастинальная у этих пациентов носит больше диагностический, стадирующий характер, нежели лечебный. Ну и в качестве маркёра безопасности этих операций, вот видите, что конверсия, то есть переход от закрытой операции в открытую в силу разных причин, там кровотечения или проблемы каких-то технического плана, отставляет менее процента. Как я уже говорил, довольно часто мы сейчас оперируем пациентов после химии и иммунотерапии, и мы видим хорошие эффекты с одной стороны, а с другой стороны для хирурга это создаёт дополнительные сложности, потому что возникает фиброзный процесс вокруг анатомических структур, бронхов, сосудов, и это создаёт дополнительные трудности во время операции. Но тем не менее, эти вот видеофрагменты нам любезно предоставлены Дмитрием Данииловичем, Сихнаидзе, который руководит Центром Таракальной онкологии 62-й больниц, он оперирует через один порт, монопортовая хирургия. Для чего это показывает? Для того, чтобы показать, что сейчас, в принципе, любой объём операций, бронхопластические и бронхангиопластические операции, это, наверное, одни из наиболее сложных вмешательств в таракальной онкологии, могут быть выполнены посредством таракоскопического доступа. Неважно, какого. В данном случае монопортовая хирургия. То же самое можно делать при помощи робота и, вероятно, при помощи мультипортовой техники. Вы видите формирование прямого анастомоза между правым главным бронхом и промежуточным бронхом. Если обратите внимание, то техника практически полностью напоминает технику наложения сосудистого шва. Монофиламентная нить, две иглы и довольно в таком хорошем качестве получается сформированный анастомоз. Верхняя лобоктомия слева. Также при поражении лимфатических узлов корня после химии и иммунотерапии лимфоузлы окружают верхушечно-задние сосуды, которые идут к соответствующим сегментам. Для доступа к ним необходимо пересечь верхний долевой бронх. Для контроля над сосудом берётся основной ствол левой лёгочной артерии на резиновый турникет. Дистально также отжимается при помощи сосудистого зажима. На глаз иссякается в пределах здоровых тканей поражённый участок лёгочной артерии с лимфатическими узлами. И ушивается сформированный дефект, видите, практически более чем половину полуокружности дефект, также сосудистым швом в поперечном направлении для того, чтобы избежать сужения лёгочной артерии. Несколько слов о пневмонектомии. Всё же не всем больным удаётся выполнить бронхопластическую операцию, и ряду пациентов всё-таки приходится выполнять эти калечащие операции. Чуть лучше, если это ситуация слева, и плохо, если это операция справа. Посмотрите, какие тренды есть в мире сейчас. За последние десятилетия количество пневмонектомий существенно сократилось. По данным наших южнокорейских коллег, сейчас оно в их клиниках не превышает 5%, а было около 13%. Но если взять вот эти даже 5%, то внутри тех пациентов, которым выполняются пневмонектомии за последние, опять же, годы, вот в данном случае справа видите, за 7 лет, это современные данные, 22-го года, статья, удельный вес торакоскопических пневмонектомий катастрофически вырос. То есть, было единичное случае, а сейчас почти каждый четвёртый больной может быть оперирован в торакоскопическом варианте. Здесь я вам представлю клинический пример. Один пациент, которого мы оперировали около полутора лет назад, после химии и иммунотерапии, пневмонектомия справа, здесь используется модифицированный мультипортальный, мультипортовый доступ. Люди, которые не очень поддерживают торакоскопический доступ, они говорят о том, ну вот смотрите, пневмонектомия, большой препарат, целый, лёгкий, как это всё вытащить, всё равно же будете торакотомию делать. С одной стороны, да, но если вдуматься, смотрите, торакотомия, торакотомия и рознь. Во-первых, здесь не выполняется торакотомия как таковая. Стандартная торакотомия, пятая межреберия, раздвигание рёбера и так далее. Здесь смещается наибольший порт, то есть там в районе 4-5 сантиметров, в задний костодиафрагмальный синус, в десятая межреберия. То есть, это та зона, где невозможно даже при всём желании травмировать межреберные нервы. Таким образом, через этот небольшой доступ, около 6 сантиметров, можно удалить в герметичном плотном контейнере большой и достаточный препарат. То есть, всё правое и лёгкое. И вот посмотрите, больной на входящей стадии, клинической стадии, Т4Н2, проведено 3 курса химии и иммунотерапии, достигнут хороший клинический эффект. Больной рестадирован, получается, Т3Н2 практически, вот здесь хорошо видно, опухоль сократилась в несколько раз, принято решение о выполнении торакоскопической операции. Здесь было врастание в дугу непарной вены, она резецирована. И обратите внимание, какие ткани. Вот эти ткани, они очень характерны для пациентов, которые были пролечены с помощью химиопрепаратов и иммуноонкологических препаратов. Практически не дифференцируются слои. То есть, хирургия приобретает достаточно такие сложные рамки. Но, тем не менее, понимая, насколько хорошо это для пациента, мы вынуждены сейчас заниматься вот такой вот не совсем анатомичной хирургией. Выполняется лимфодисекция, выполняется удаление правой паратрахиальной клетчатки, которая включает трахеомбрахиальные узлы, нижние и верхние паратрахиальные. При возможности мы всегда стараемся сохранить сердечные нервы, чтобы избежать проблемы с нарушениями ритма после операции. Вот видите, практически отсутствует слайд. Здесь справа задняя стенка главного бронха, а слева пищевод. Вот их практически не видно. Выделяется задняя поверхность корня лёгкого, выделяется нижняя лёгочная вена, выполняется передняя медиастенотомия. То есть, по факту, на самом деле, пневмоноктомия – это достаточно простая операция. Она может быть значительно проще, и, как правило, так и бывает, чем лобоктомия, в частности, бронхопластическая лобоктомия. При выполнении правосторонних пневмоноктомий на первом этапе целесообразно выполнить пересечение верхней лёгочной вены для адекватного доступа к основному стволу правой лёгочной артерии, потому что зачастую этот крупный и хрупкий сосуд окружают такие изменённые лимфоузлы, и обязательно на глаз надо выполнять выделение нижней полуокружности, чтобы избежать травмы и массивного кровотечения. Вот в данном случае вы видите, смещаются корневые лимфатические узлы к препарату, выполняется лимфодисекция в области противоположного корня. Вот основной ствол правой лёгочной артерии пересекается при помощи линейного степлера, и последним сосудом, который пересекается, является нижняя лёгочная вена. Далее, поскольку лимфодисекция практически уже выполнена и лёгкая фиксирована только на правом главном бронхе, максимальные лимфатические узлы сдвигаются. Здесь тоже, видите, такие довольно серьёзные сращения после лечения. Зачастую здесь приходится работать холодными ножницами для того, чтобы максимально сохранить бронхиальную стенку и её питание, а это залог правильного заживления и правильного заживления культи. Вот сейчас вы видите момент извлечения препарата из плевральной полости, порядка 6 см разрез. Мы предпочитаем всегда укрывать культю бронха лоскутом медиастинального жира и обязательно укреплять шов нерассасываемым материалом. Для чего? Потому что, видите, выполнена массивная лимфодисекция. Культя правого главного бронха расположена в свободной плевральной полости, и риск несостоятельности её достаточно высокий. А поскольку в такой ситуации хряч заживает вторичным натяжением, то повторное укрепление и укрытие, на наш взгляд, является очень хорошей профилактикой свища правого главного бронха. Вот в данном случае фиксируется, как колпачок, такой медиастинальный лоскут. Всё завязывается внутрикорпоральными швами. Вот видите лоскут на питающей ножке, окончательный вид послеоперационной зоны. Казалось бы, довольно-таки местно распространённая опухоль, но выполнена радикальная операция. Ну и заключительный слайд, время уже заканчивается, опять же из архива Дмитрия Даниловича, который показывает, что на самом деле практически любая операция при любой распространённости рака лёгкого может быть выполнена посредством малоинвазивных технологий. Другое дело, что требуется обучение, требуется опыт, требуется технический навык, требуется оснащение. И по большому счёту сегодня единственным критерием, который может ограничить опытного таракального хирурга, это здравый смысл. То есть мы должны чётко понимать, для чего вообще мы это делаем. Вот слева вы видите редкую операцию пневмоноктомии с циркулярной резекцией бифуркации трахеи. В ней накладывается прямой анастомоз между трахеей и левым главным бронхом, опять же по той же методике, которую вы видели выше, при выполнении циркулярной резекции главного и промежуточного бронха. И совсем казуистическая операция. Я думаю, что довольно много хирургов есть, практически все, которые в своей практике даже не выполняли такую операцию в открытом варианте. Но вот она существует, Дмитрий Даниилович сделал в эндоскопическом варианте. Это изолированная резекция бифуркации трахеи с сохранением обоих лёгких и формированием новой бифуркации трахеи и новой корины. В данном случае вы видите, был пересечён правый бронх, трахея, левый бронх, раздельная селективная вентиляция обоих лёгких, и формируется сперва путём сопоставления правого и левого главных бронхов новая корина узловыми швами. Далее формируется частично передняя стенка и начинается формирование левого трахеобронхиального угла. Одним словом, заканчивая своё сообщение, я бы хотел сказать, что действительно большинство пациентов, где-то 50 на 50, сейчас у нас идут после неодевантной терапии. Действительно, мы видим очень хорошие эффекты. Несмотря на все технические сложности, о которых я сказал, этих больных надо оперировать и надо оперировать эндоскопически. Другое дело, что всё чаще и чаще от наших коллег, особенно агрессивных химиотерапевтов, мы слышим, что в некотором будущем, правда, не говорят, в каком, в ближайшем или в далёком, хирурги будут нужны, хорошо, что хоть нужны, а не способны для биопсии. Ну, честно говоря, я в это не верю, но, как известно, дыма без огня не бывает. Спасибо. Павел Ильич, спасибо за такое подробное погружение в эндохирургический компонент лечения рака лёгкого. Несколько вопросов. Вот Вы представили данные, где по результатам оценки отдалённых даже результатов при Т2 выполненная сегмент октомия не уступала. То есть опухоли 4 сантиметра были прооперированы в объёме сегмента октомии, и это не оказало влияния на отдалённые результаты? Не совсем так, Константин Васильевич. Это Т2, которые не больше 3 сантиметров, но с инвазией висцеральной плевре. А, вот такие. Но вот сегодня всё-таки в клинических рекомендациях, когда рассматриваем показания к сегменту октомии, читаем, что там опухоли до 2 сантиметров. Вот сегодня уже появились предпосылки к тому, чтобы как-то эту категорию пациентов увеличить? Да, увеличить, но надо понимать, что сегмент октомии – это не удаление одного сегмента, а в эти сегменты октомии погружено удаление зон. То есть верхняя зона – это 3 сегмента. Если опухоль 3 сантиметра в первом сегменте, то этому пациенту вполне можно выполнить верхнюю зону. То есть немножко раскрывая смысл, можно вот эту ситуацию в клинических рекомендациях изменять. И всё-таки Вы вначале пишете о том, что эндоскопические операции – это удел пациентов первой, второй стадии, но третья стадия тоже, по-видимому, является возможным претендентом на проведение торгоскопических вмешательств. Конечно, это и было показано в объёме пневмонокетомии, но явно не вторая стадия, а третья стадия этих пациентов. То есть мы от парадигмы, что эндохирургия только для первой и второй стадии тоже уходим? Мы давно должны уйти от этого, да. Ещё раз говорю, вот на большом клиническом опыте показано, что разница единственная между этими операциями – это доступ. Внутри – объём диссекции, сама операция, всё то же самое, что в открытой хирургии. Поэтому по логике вещей эти операции не могут быть онкологически хуже, чем в открытом варианте. Вот если люди в угоду косметики какой-то, да, там, выполняют абортивные, так сказать, объёмы операции, да, не выполняя полноценную лимфодиссекцию, то, конечно, эти результаты будут хуже, такие операции делать нельзя. Но при условии, что выполнена одна и та же операция, но малоинвазивно, ещё раз говорю, визуализация лучше. Лучше. И, возможно, данные по второй бы стадии, которые мы получили, они связаны именно с этим, что более тщательная лимфодиссекция. Ангиобронхопластическая операция. Есть ли анализ частоты резекций R0 и R+, в зависимости от доступа, или доступ опять здесь не будет определяющим? Всегда берётся край резекции при выполнении бронхопластических операций. Свои результаты мы ещё не посчитали, поэтому так сказать сложно, но то, что все каноны онкологические соблюдаются, интероперационные, это совершенно точно. Всё то же самое, как при открытой операции. Спасибо. Коллеги, есть ли вопросы? Да, пожалуйста. Спасибо за доклад. У меня вопрос касательно пациентов после химии и монотерапии. Это действительно произвело в последний год урорами. Видимо, лечим этих пациентов и оперируем. И очень часто мы видим после продолжительных вмешательств, технически сложных, окончательное гистологическое заключение, полный патоморфологический регресс. На Ваш взгляд, есть ли место подходу у этих пациентов и у операбельных? И если да, у какой категории? По аналогии с раком прямой кишки, допустим. Вопрос очень интересный. Более того, мы его задаём с Вами друг другу уже много лет на разных конференциях. Константин Константинович. Но учитывая то, что лет 5 назад иммунотерапия появилась, в ходу уже доступна была, может быть, чуть-чуть побольше. Мы не имеем результатов этих ещё. Я думаю, что только время сможет ответить на этот вопрос. Конечно, хорошо бы пациенту не делать пневмонэктомию, струкулярной резекции, бифуркации, трахеи, получить полный патоморфоз и получить инвалида. Конечно, он мог бы прекрасно жить со своим лёгким, но кто знает, полный патоморфоз там или неполный. Это же только патолог может сказать. Поэтому watch and wait пока, кстати говоря, при прямой кишке, они же берут множественные глубокие биопсии, прежде чем оставить пациента на watch and wait. Из кишки это можно сделать, но я не представляю, как можно сделать биопсию из глубоких слоёв бронха. Поэтому пока, наверное, преждевременно. Я на некоторых конференциях показывал наш собственный материал, как выглядит полный патоморфологический ответ после иммунотерапии, как зона некроза окружена инфильтрацией лимфоцитами, и создаётся впечатление, что там уже рецидива на этом месте не будет настолько защищён. Это другая идеология получения ответа. Конечно, не выполнив вмешательства, мы так и не поймём, был ли достигнут этот полный морфологический ответ. И совсем недавно ещё нам казалось, что исследование циркулирующей опухолевой ДНК поможет нам оценить радикальность проведенного лекарственного лечения. И если на фоне лечения опухолевой ДНК исчезает, то, может быть, это было бы таким предиктором достижения полного ответа. И вот здесь как раз проведение исследования большого, где рандомизирована бы часть пациентов, пошло бы на операцию, часть оставалась на наблюдении. Это как раз было бы очень интересной опцией. Тем более я в следующем докладе покажу выживаемость пациентов, которые достигли полного морфологического ответа. И, конечно, это очень впечатляющие цифры. Но, так сказать, в рамках доказательной медицины у нас пока ничего нет. Тем более, вот большое исследование, которое у нас было запланировано в Российской Федерации по определению циркулирующей опухолевой ДНК после хирургического вмешательства, оно немножко затормозилось. И здесь есть тоже технологические сложности. Хотя, я думаю, в конечном итоге эта идеология где-то будет иметь развитие. И опираясь на какие-то признаки, мы сможем, вот, так сказать, пациентов рассматривать с разных позиций, кого-то оперировать, как будто бы. Может быть, попробовать посмотреть пациентов коморбидных, которым предполагается пневмоноктомия, но функционально они не переносят, с хорошим эффектом, и их выживаемость оценить, ну, хотя бы как первый шаг к этому. Потому что вот такое исследование, как Вы сказали, ну, чрезвычайно сложно сделать. В нашей стране, наверное, невозможно сейчас. Ну, честно говоря, достижение полного ответа сегодня, возможно, почти в четверти случая, в каждом четвёртому. То есть сказать, что очень сложно будет набрать такой материал, если это будет кооперерационно. Ну, да, да. Но при этом сегодня бы хотелось понять, а кому, если мы начинали неодевант, в одеванте продолжать иммунотерапию. У нас даже пока такие позиционные вопросы стоят, об этом я, наверное, сейчас... Как раз в лекции и поговорю с вами. Спасибо.